Бизнесу нельзя научиться. Это не так. Стать лучшим в своей сфере можно, если перенимать опыт у других, кто уже достиг успеха. Поэтому я, Игорь Рыбаков, собрал лучшие российские и зарубежные образовательные практики и лучших предпринимателей. Вместе мы сделали программу MBA вызовы будущего от Global University в партнерстве с ведущим мировым вузом МФТИ. Изучайте новое. Стать частью сильного и амбициозного сообщества можно по ссылке в описании. О, так отжимают бизнес. Телеграм явно станет символом свободы. Когда-то Дуров уже отдал ВКонтакте. Мы упираемся сами в себя. Никак лох не переведется в России. В этом говне мы родились, в этом говне и умрем. Значит понял, что в жизни главное, в этом-то вся и суть. Друзья, как я и обещал, когда неделя будет богата на события, я буду выходить на канале номер один про бизнес и деньги с форматом новости. Главную тему этой недели вы знаете. Поехали. В среду Павлу Дурову предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса вместо двенадцати, как ранее предполагалось. Но сам характер обвинений остался. Это, значит, отмывание денег в составе ОПГ, распространение порнографии с участием несовершеннолетних и незаконный оборот наркотиков. Способствование такому обороту. Обвинения, предъявленные Дурову, звучат очень страшно и серьезно. Однако на сегодня Павел Дуров уже покинул следственный изолятор и находится на свободе. Ему не разрешено покидать пределы Франции и предписано каждые две недели посещать полицию и отмечаться. Пока нет сведений, повлияла на освобождение Павла Дурова вот эта общественная позиция, всколыхнувшая, так сказать, весь мир. Тем не менее, да, Павел внес пять миллионов евро залог, как предписано по суду, и покинул следственный изолятор. К череде обвинений, которые звучат во Франции, готовы подключиться и другие страны. Например, Германия, Южная Корея уже заявили соответствующее ведомство, что готовы включиться в расследование. Ну и предъявить что-то команде Telegram. Видимо, у всех накопилось. Вы уже знаете, что именно брат Павла Дурова Николай держит все коды, ключи и все основные технические системы завязаны именно на него. Брат Павла Дурова Николай тоже объявлен в розыск. Если вы думаете, что на Павле Дурова все закончится, нет, это не так. Именно Павел Дуров и Николай Дуров, два брата, которые создали миллиардный мессенджер, да, вот за ними объявлена охота. Поэтому все только начинается. По мере развития ситуации всплывали очень интересные факты. До того, как Дуров получил французское гражданство, Дуров несколько раз встречался с Симуэлем Макроном. И этот факт был заявлен в заявлении бизнесмена на получение гражданства. И вот у МИД Франции появились вопросы, когда тот получил гражданство. Потому что в документах значится формулировка, что Дуров будет способствовать влиянию Франции. И МИД заявляет, что Дуров не очень-то способствовал влиянию Франции. Скорее всего, была какая-то договоренность с двух сторон. И вместо почетного гражданина получается, что Дуров стал преступником. Причем в один день. И, кстати, не исключено, что Дуров ехал во Францию именно на какую-то очередную там встречу, на поговорить и так далее. Но был задержан и, как говорится, базары закончились. Или, точнее так, базары продолжились следственным изолятором. Очень интересные моменты выяснились. Павел Дуров стал обвиняемым еще по одному уголовному делу в Швейцарии. Иск подала мать его троих детей, Ирина Болгар, которая утверждает, что Дуров применял насилие по отношению к младшему ребенку. Она утверждает, что Дуров платил ранее по 150 тысяч долларов в месяц, потом он перестал платить и так далее. Ну, знаете, так всегда бывает, когда кого-то избивают, все вдруг начинают тоже вылезать из всех щелей и тоже вот добавлять, добавлять, добавлять. Напомню, Дуров ранее сообщал, что у него около 100 биологических детей, он сдавал как-то сперму в банк, сперму. Очень многие женщины предпочитали оплодотвориться его спермой и так далее. Если каждая будет подавать вот иск, то, я не знаю, вообще, по-моему, исками завалят. Побойтесь Бога, ребят, вы родили прекрасных детей, наслаждайтесь. Да, и не вылазьте из всех этих щелей, оставьте это дело, так сказать, тем, ну, у кого это такой политический заказ или какая-то профессиональная деятельность. Итак, как объясняются обвинения? Напомню, за расследованием дела стоит французская прокуратура, которая специализируется именно на киберпреступлениях, и суд, который занимается только такими нарушениями. Так вот, юристы считают, во Франции уделяется этому вопросу много внимания. И Дурову вменяется что? Не то, что он создал Telegram и так далее, а то, что он не реагировал на претензии. Как бы это ни прискорбно было заметить, это действительно так. Дуров является гражданином Франции, и если он не реагирует на предписания или какие-то просьбы официальных властей Франции, ну, те объявляют его в розыск и так далее, вот что и случилось. Поэтому лишний раз подумайте, когда вы берете, например, гражданство Соединенных Штатов Америки. Вот Олег Тиньков в молодости взял гражданство Америки, потом еле отмазался. Поэтому подумайте очередной раз, когда вы берете гражданство Америки, Франции. Дуров — это пример, Тиньков — это пример. Тяжела судьба того, кто берет гражданство цивилизованных стран, да? Приходится потом расплачиваться за это. Поэтому подбирайте себе страну, которая не будет вас преследовать за то, что у вас в жизни произойдет финансовый успех или что-то такое величие. Потому в какую бы страну вы не приехали, вы там чужаки. Поверьте мне, что так поступаю с каждым. Каждый, кто приехал куда-то, он его называет иммигрантом. Лучше займитесь развитием своего дома, благоустроите свой дом. Ваш дом, который вы благоустроите, ответит вам 100 рецептов. Какие выводы мы можем с вами сделать? Вывод первый — все происходящее выглядит как травля. Неужели власти Франции обеспокоены тем, что черный наркотрафик, распространение порнографии в Телеграме? Вот вы, пользователи Телеграмы, вам когда-то несанкционировано приходили какие-то сообщения, пуш какие-то про порносайты, еще что-то? Все это можно найти в чатах и ботах, только если осознанно искать. Но ровно так же, как и в любом поисковике. Это в Google или где-то. Зайдите в браузер и поищите. Ну, а тот факт, что после задержания был достаточно длительный период, он всегда подтверждает, что власти искали. Какие же обвинения предъявить, чтобы общественный резонанс был менее таким крышесносным? Мое мнение, что это, конечно же, травля в преддверии чего-то более серьезного. Это такие первые шаги в переговорах. Но развитие-то уже пошло. Это предъявление претензий к Николаю Дурову. То есть наезд не закончится Францией, уже понятно, что пошло. Поэтому на самом деле все больше и больше сигналов, которые явно свидетельствуют о том, что за этой травлей последуют, ну, как говорится, более серьезные последствия. Разберем это чуть позже. Второе. Выглядит все так, что создателя мессенджера привлекают по косвенным уликам за то, что его детище используют преступники в своей деятельности. Давайте разберем такие примеры. Например, создатель Мерседеса. На Мерседесе люди едут и сбивают других людей. Давайте судить создателя Мерседеса в этих преступлениях. Или, например, изобретатель динамита. Ну, то есть здесь можно дойти до маразма. Собственно, именно поэтому уже давно в юридической практике с римских времен персональная ответственность за свои действия, слова есть. То есть если кто-то использовал в своих преступлениях что-то, это его ответственность. Поэтому сейчас, когда Дурова объявляют о претензиях, что кто-то там использует мессенджер для преступления и так далее, ну, находите этих преступников, преследуйте и так далее. Это очень большая метаморфоза в современном информационном мире, потому что очень много преступлений совершается в сфере интернета, там, в сфере чего-то, там, новых вот этих отраслей, анонимно через вот эти вот все сети и так далее. Но этот вопрос явно не к Дурову. Нельзя привлекать к ответственности или даже строить на этом какие-то начало следствия, привлекать к ответственности создателя какого-то продукта или сервиса за то, что другие используют этот продукт или сервис в каких-то преступлениях. И государство, которое называет себя правовым и действует таким образом, правовое ли оно само по себе, мы все увидим, но вот сейчас выглядит все достаточно так вот печальненько. Далее, конечно, скорее всего, Дуров несет сегодня вот ответственность за то, что отказался сотрудничать с какими-то влиятельными людьми. И эти обвинения — это все некая пыль глаза, это все некое, ну, отвлечение внимания и так далее, или какие-то расторговки. Ну, оказание давления банального, чтобы, ну, случилась сделка там со следствием или сделка с этими влиятельными людьми. Ну, такое давление. Многие в сети высказываются, что, о, так отжимают бизнес и так далее. Я не знаю там, что как отжимают, но в любом случае предтеча до того, как что-то отожмут, всегда оказание давления. Причем зачастую неправовыми методами. На первый взгляд, полиция Франции, прокуратура и так далее, ну, должна заниматься теми, кто создает паблики, теми, кто использует предметы и сервисы в своих преступных деяниях, да, а не те, кто создает блага цивилизации. Ну вот, получается, у нас борьба со следствием, а не с причиной. И еще, похоже, мир окончательно перешел в сферу криптовойн. Помните войны космические, войны экономические, войны бактериальные, войны в информационном пространстве. Ну, а теперь вот стадия экономических войн в криптопространстве. Дело вот в чем. Вы, наверное, помните, да, в 19-м году в Штатах было заблокировано, да, размещение криптовалюты ГРЭМ. Тогда около полмиллиарда долларов было собрано от инвесторов, чтобы запустить новую криптовалюту в сети Телеграм. Но комиссия по ценным бумагам, чтобы помешать Телеграм наводнить рынок США цифровыми токенами, заблокировала это грандиозное IPO. Вы знаете, здесь момент следующий. Если некая цифровая система или вот криптосистема, так называемая децентрализированная и так далее, неподвластная никому, неподвластная американскому правительству, выходит, что она не должна существовать. Чувствуете? И вот сейчас вот это вот, вот эти вот последствия, они выглядят как давление на то, чтобы в очередной раз помешать миру обрести способности делать финансовые транзакции, помимо охваченной гегемоном финансовой индустрии. Большинство банков совершают расчеты через SWIFT и через все модели, которые находятся под контролем американской финансовой системы. Вот криптопространство было невозможно к такому большому избирательному регулированию только косвенно. И теперь находятся возможности назнести системные удары по криптоинфраструктуре, чтобы разломать эту инфраструктуру. Вот, и это очень здравая версия. Дело в том, что сейчас большинство стран, кого заблокировали по финансовым транзакциям американцы, они совершают свои транзакции через peer-to-peer платежи или крипто там какие-то вещи. И в данном случае Telegram был не просто передовиком, а был инновацией вот в этой вот экосистеме транзакций, которые в будущем могли бы вообще Telegram вывести на какой-то феноменальный уровень, и по нему наносится, наверное, упреждающий удар. Вот и все. Все это неприятно, потому что на самом деле не позволяет нашему миру выходить дальше. То есть такое ощущение, что мы каждый раз на очередном витке эволюции мы упираемся сами в себя. Как говорится, так всегда было и так будет. Вот поэтому, если вы хотите реально что-то изменить, стройте превосходящие системы, которые смогут быть настолько влиятельными, чтобы не оставить шансов другим влиятельным людям затормозить вашу эволюцию. Для этого существует простое правило, да, экспансия — это расширение настолько, насколько другие захотели к вам присоединиться. Если очень влиятельные люди не присоединились к вам в ваших идеях, ну, скорее всего, вы обрели оппонентов, соперников и так далее, у вас не получится вот пройти дальше. Будет война, большая война. Вот эта война началась, и она ознаменует свое следующее, что таким образом, пытаясь взламывать традиционные финансовые экосистемы, ну, не удастся их взломать. Когда есть монополия, ну, попробуй ты обойти эту монополию. Ну, никак. Друзья, всем привет. Меня зовут Игорь Рыбаков. Я приглашаю вас на яркое событие в Стамбуле — Global Business Camp. Это три дня, которые изменят твою жизнь и бизнес. На одной площадке соберутся предприниматели, девелопер, инвесторы. Ты получишь не только знания, ты сможешь стать частью сильного комьюнити, high-impact предпринимателей, высоковлиятельных предпринимателей. В Турции мы планируем официальное открытие бизнес-сообщества Equium. Встречаемся 11 сентября. До встречи в Стамбуле. Итак, какие варианты могут быть у Павла Дурова? Ну, давайте посмотрим. Первый вариант. Ну, самый такой очевидный. В ближайшее время ситуация сходит на нет, стороны находят компромисс, дело закрывает, все шито-крыто, но это будет означать, что... Договорились. Скорее всего, на невыгодных условиях для Дурова, но договорились, если Дуров пойдет на сделку со следствием. Скорее всего, это будет означать, что мы не увидим в лице Павла и Николая Дурова таких, знаете, цифровых евангелистов. Скорее всего, Телеграм будет полностью ходить в зарегулированном состоянии, как скажут ему там очень влиятельные люди. Второе. У Дурова хорошие возможности судиться, он начинает судиться, открывать везде суды против этих обвинений, и суды через некоторое время все-таки начинают признавать правоту Дурову, но это через некоторое время, если не будет соответствующего политического заказа, потому что, ну, знаете, я еще не видел ни одного суда в национальной юрисдикции расположенного, который бы не принимал рекомендации, так сказать, королей и правительств. А где вы видели наднациональные суды? Ну, те, которые объявлены наднациональными судами, ну, там просто альянс каких-то игроков и так далее. Поэтому, с одной стороны, у Дурова хорошие возможности судиться, но если против Дурова будут действовать вот альянс этих стран, как вы видели, там, Франция, потом Корея, потом Германия, какие варианты там будут, не знаю, но во всяком случае дело уйдет в затяжное, и за время этого судилища, может быть, придет какой-то другой заход ветра. Это второй вариант. Третий. Когда-то Дуров уже под давлением ФСБ отдал ВКонтакте, ну, точнее, ушел из России для того, чтобы делать Телеграм, делать в свободном мире, да, в мире прав и свобод сделать Телеграм. Ну, вот сейчас мы видим, да, по поводу, насколько этот свободный мир. Поэтому этот вариант, третий, он такой, что Дуров, как и тогда ВКонтакте отдал, сейчас вот так же отдает Телеграм. Уходит из Телеграм, уходит при своих и создает что-то еще более гениальное, чем ВКонтакте и чем Телеграм. Это реально третий вариант. Насколько он возможен, будет видно в следующие несколько месяцев. Четвертый. Дуров феноменальный предприниматель. И четвертый вариант, это произойдет что-то совершенно неожиданное. У любого гениального бизнесмена, ну, вот невозможно его просчитать. Итак, какие последствия будут для самого Телеграма? Ну, последствия, по-моему, очевидны. Телеграм станет площадкой, через которую будут выковыривать реально, ну, преступников, то есть следить за ними и так далее. Но, как вы думаете, преступники что первым делом сделать? Конечно, они перестанут взаимодействовать через Телеграм, сотрут паблики, такая возможность безвозвратного удаления пабликов есть и так далее. Но, тем не менее, кто-то не сотрет, где-то какие-то следы останутся в архивах, в сейвингах и так далее. Скорее всего, Телеграм будет работать как мессенджер, площадка, то есть для гражданских людей, для мирных людей, ну, ничего не изменится, я думаю, все будет как было, ну, вот примерно произойдут такие изменения, то есть Телеграм действительно перестанут использовать всякие маргиналы сомнительные, там, группировки и так далее. Ну, в принципе, для гражданских людей даже хорошо. Второе, что уже происходит, ну, и будет происходить, Телеграм явно станет символом свободы. Уже сейчас за неделю Телеграм стал самый скачивая соцсетью, там, во Франции, второй в США. Монетизация растет, и многие говорят, Телеграм до сих пор убыточен и так далее. В принципе, на этом бы пике, ну, скачивание и так далее, и я думаю, что если Телеграм поднимет какие-то платежи и способен будет выйти неубыточность или способность существовать дальше без инвесторских денег, ну, это был бы реальный такой вот ход. Не знаю, насколько это возможно, но монетизация сейчас явно растет, и это все предтечит. Некоторые в пабликах говорят, давайте каждый десятый, если купит платную подписку на год, то у Телеграма явно будут деньги еще там несколько лет не прибегать к инвесторским деньгам, и таким образом, ну, вообще может произойти удивительный такой краудфандинг, да, на волне вот этой вот идеи Телеграм – символ свободы. Вот, не буду комментировать эти варианты, потому что сейчас надо будет посмотреть, как будут развиваться сценарии, но если ситуация пойдет в затяжной вариант судов, там, разборок и так далее, и, ну, почему нет? Тогда я сделаю еще один выпуск, и мы с вами вместе разберем эту ситуацию и посмотрим, потому что сейчас крайне мало информации, ситуация только разгорается, я буду держать вас в курсе. Ну, а пока пойдем к другим новостям, потому что их тоже предостаточно. Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать российские платежи за китайскую технику. Как вы слышали ранее, китайские банки отказывались принимать деньги и даже возвращали уже ранее принятые деньги. Все боятся вторичных санкций. Еще раз повторю, финансовая система в мире, она настолько контролируется финансовой системой США, что, ну, вот вы сами все видите. А через каналы УАЭ, Арабских Эмиратов, проходит где-то 10-20 процентов, там, всех ноутбуков, и вообще доля вот этой всей техники электронной может достигать 30 процентов, как сообщил один из крупных поставщиков этой техники в России. Итак, какие итоги? Ну, поставщикам придется делать какие-то обходные каналы и платить большую комиссию, то есть цена или затраты вырастут. Цены на электронику, как ожидается, вырастут на 5-10 процентов к декабрю, ну, вот из-за этих причин. Ну, если ситуация-то не разрешится, будут какие-то дефициты и перебои с какой-то там техникой и так далее. Почему-то я уверен, что ситуация разрешится, просто цены в очередной раз там вырастут, потому что, ну, торговые операции так устроены, что, слушай, вот если тут закроют, там откроется и так далее, контрабанда всегда все привезет. На базаре в Советском Союзе были любые джинсы, единственное, стоили они как там, как самолет. Все эти факторы, это все факторы, из-за которых растет инфляция, то есть покупательская способность рубля не увеличивается от этого, уменьшается, издержки растут, издержки экономики растут, логистические издержки, транзактные издержки и так далее, все это дополнительное основание, что? Правильно, делать производство в России, но легко сказать делать производство, чтобы создать какие-то товары, электроники надо произвести, компонентную базу, все переделы и так далее, а чтобы это создать, ну, давайте так, в условиях современной России это 10 тысяч дней надо. Посмотрите, сколько это лет, правильно, 30. 30 лет с 90-х годов по сегодняшней, уже 35 лет раздолбайство и полное вакханалия на способности что-либо сделать привели к тому, что ни хера Россия не производит. И это просто полный категорический фейл. Ладно, как говорится, это возможность проявиться новым людям, новым руководителям, поэтому все, кто меня сейчас смотрит, смотрите, либо слиться и сказать, ну, вот они там что-то не то сделали, либо что, ну, берите тогда, берите в свои руки вот эти деяния и делайте. И давайте так, чтобы наши дети и внуки, нашим детям и нашим внукам будет очень много работы, которой предстоит сделать. В конце концов, нам все понятно, что надо делать теперь, ведь так? Вот такие забавные новости, да, хочу, чтобы вы немножко развеялись сейчас. Группа инициативных пассажиров попросила запретить в поездах дыша рак и пиво, поскольку от них пахнет бедностью. Пассажиры направили манифест РЖД и другим перевозчикам. По их мнению, такая еда портит эстетику поездки, а также потребовали запретить запах немытых тел, грязных носков и курицы с яйцами. Ну, вот все то, что в плацкартном вагоне является вот этой вот особенностью. Вот заходишь в плацкарт, вот там всегда воняет чем? Вот курицей, картохой, яйцами, вот этими носками. Вот идешь вот по плацкарте, я недавно провожал родственников, вот иду по плацкарте, вот что я? Вот вонизма, ненавижу плацкартные вагоны, просто ненавижу. Хотя в детстве, в юности очень любил, там для меня как это было целое приключение, да, проехать в плацкарте, но сейчас вот разлюбил. Вот что интересно, невзирая на то, что вот эта просьба о запрете вызвала резонанс одних, что да, надо запретить, надоело, да коли, да, но этот манифест вызвал и спор, против него выступило не менее тысячи человек, которые сказали, что им нравится есть лапшу в поезде. Вот так вот. Ну, что тут сказать, я когда-то пробовал доширак. Честно говоря, нормальная еда, я даже из десяти дошираков выбрал один, который мне очень нравится. Конечно, я это называю клоповьей едой, вот, и если уж совсем жрать нечего, я ее могу покушать. Вот, однако на такой вот, как вот, тушенка там, или картошка с тушенкой, да, или вот макароны с тушенкой, да, или доширак, есть определенное вот такое вот вкусовое предпочтение, как ностальгия. Поэтому, когда вдруг представляется где-то вот вспомнить этот вкус или вот запах этот, я вспоминаю свою молодость бурную и так далее, ну так кайфово. Поэтому не лишайте меня возможности вспоминать свою бурную молодость, не лишайте. Поэтому я подсоединяюсь к тем людям, которые против, категорически против того, чтобы вот запретить доширак или что там, яйца, курицы, носки. Пусть все будет. Ребята, не лишайте нас возможности проживать жизнь нашу такую, как мы вот привыкли. В этом говне мы родились, в этом говне умрем. Электронику производить не будем, санкции все обойдем, потому что смекалка наше родное. Вот так. Минэкономразвитие предлагает расширить перечень оснований для проверок бизнеса. Власти считают, что надо усилить контроль за самозанятыми. Если раньше власти объявили гонение на дробление бизнеса, то есть дробление крупного бизнеса на, например, 10 мелких, использование льгот вот этими десятью, например, малыми компаниями. Сейчас в зоне внимания особого находятся компании, у которых более чем 35 самозанятых. Если каждый из них получает больше 35 тысяч рублей на протяжении больше чем 3 месяцев, это попадает в зону внимания проверяющих органов. В чем же, собственно, проблема? Проблема в том, что часть работодателей, чтобы сэкономить на налогах, принимают сотрудников не в штат, а в трудовом договору, так называемый ГПХ. Это экономия отчислений в социальный фонд, пенсию, больничных и так далее. Это форма упрощенного, скажем так, найма. Она была создана для того, чтобы поддержать мобильность трудового персонала. И проще, что ли, нанимать, увольнять и так далее. Но если это используется как ключевая или основная форма найма в компанию, вот против этого власти хотят позаниматься. Сразу скажу, что, ну, представьте себе, что государству нужно собирать налоги, социальные отчисления и так далее, чтобы там пенсионный фонд наполнить и так далее. Ну, чтобы потом платить пенсию бабушкам, дедушкам и так далее. Ну, соответственно, видимо, сейчас в период оскладевания бюджета, потому что нефтяных доходов нет, газовых доходов нет, они все уменьшаются и так далее. Ну, это выходит на первый план, как бы увеличить такие легитимные поборы, сборы бизнеса, ну, убрав основные там схематозы. Вот схематоза экономии налогов на дробление, схематоза экономии налогов предпринимателями на трудовой договор и ГПХ. Ну, это выглядит как естественно. Поэтому тренд понятен. Я предупреждаю всех предпринимателей и бизнесменов, ребята. Ну, понятно, да, тренд. Про дробление знаете, да, уже никто особо не дробит бизнес и так далее. Теперь вот, пожалуйста, ГПХ, смотрите как-то вот, не расширяйте это или даже сокращайте. Сразу скажу, что посмотрите на способ переформатировать ваши бизнесы в IT-бизнес, который получает льготы или бизнес с образовательной лицензией. Я часто вижу, что компании, которые реально, например, занимаются образованием, они до сих пор пытаются схематозить через там вот дробление бизнеса или там ГПХ и так далее. Просто возьмите, получите образовательную лицензию. То есть, грубо говоря, смотрите, в рамках легитимных способов у вас есть достаточно большой арсенал оптимизировать свои налоговые выплаты. То есть, посмотрите, пошукайте, поинтересуйтесь. Я в конце концов вам так скажу. Это эволюционный сценарий, когда развитая практика упирается в тупик. Ну, сейчас органы будут принуждать вас заменить известные вам и хорошо работающие схемы, но другие. То есть не кипишитесь там, не пугайтесь, просто возьмите и посмотрите, что еще есть, ну и вовремя проложитесь. Не ждите того момента, как вам предъявят какие-то претензии, проверка выявит нарушение и так далее. Действуйте, может быть, чуть-чуть заранее. Важное объявление, друзья мои. У меня появилась площадка, на которой я публикую эксклюзивный контент. Если раньше в ютубе я делал так называемый эксклюзивный контент, который раздавался потом на все площадки, то теперь не так. Теперь есть площадка в ВК, где у меня эксклюзивный контент. Там ты сможешь найти, первое, готовые бизнес-инструкции, готовые бизнес-модели, ну и, конечно же, мои комментарии Игоря Рыбакова на самые важные события в нашей стране и в мире. Подписывайтесь по ссылке в описании, ставьте колокольчик, скачивайте приложение ВК-видео, чтобы было гораздо удобнее. Ну и, конечно, будьте в актуальности, будьте на связи со мной. И пятая новость, конечно, очень неожиданная. Автокредиты затмили ипотеку по популярности. Россияне стали брать в кредит машины гораздо чаще, чем жилье. Наверное, это из-за ограничений, из-за прекращения некоторых ипотечных программ. Тем не менее, вот в июле граждане набрали долгов на рекордные 111 миллиардов рублей, чтобы купить автомобиль. И в то время как рынок ипотеки из-за прерывания льготных программ сократился, а рынок вот авто, он вот развивается немеримым темпом. Я сколько раз говорил вам, не берите кредиты на ваше потребительство, на расширение потребления. Самое главное — это потреблятство в долг. Кстати, кто говорит, что у них льготные проценты на автокредит, я вам так скажу, просто поставщик завышает цену на автомобиль, и вы оплачиваете вот эти проценты за кредит в теле цены на машину. Поэтому, смотрите, не надо так делать, это все аукается потом, ну, кредитным ермом, вот который висит на шее и мешает вам жить, мешает вашему счастью. Ну и теперь забавная новость, для тех, кто понимает, она понятна, для тех, кто не понимает, но тех, кого Hamster Combat называют лохи, ну для тех это новость. Листинг Hamster Combat пройдет 26 сентября, заявили разработчики. Также в этот день пройдет первая раздача токенов. Основной причиной переноса очередного называется неблагоприятные внешние факторы и так далее, и что разработчики, ну, от них это не зависит, и типа, ребята, поймите, 26 сентября это отдать. Ну, что я вам скажу, те, кто до сих пор тренирует свой палец, я уж не знаю, какой там палец, или придумывают разные ухищрения, как накликать себе коинов, знаете, вы просто лохи. Вот если вы знали инсайды, которые я знаю про Hamster Combat, ну, тогда вы понимали, почему откладывается и дальше будет откладываться, потому что никакого листинга не будет, потому что токены, которые вы сейчас там надрачиваете или накликиваете себе, никогда ничего стоить не будет. Это просто способ нагнать аудиторию в рекламные каналы, которые называются инвентарем. Это называется халявный способ обрести рекламный инвентарь. Дело в том, что трафик, который сейчас собран на этих каналов, представляет свою ценность для того, чтобы рекламировать там что-то и так далее. Тем, кто придумал эту игру Hamster Combat, конечно, респект. Но, ребята, вы делаете из людей, которые могли бы быть нормальными, просто лохов. Зачем вы это делаете? Ну, я понимаю, почему вы затестируете свои там варианты. Можете ли вы организовать такую игру, в которой будут играть миллионы? Ну, вы же уже убедились, что да. Поэтому эти миллионы сейчас в надежде, что им когда-то какие-то токены там раздадут. Вместо того, чтобы благоустраивать свою жизнь, заниматься производством счастья, использовать свое тело, ум и сердце как-то с выгодой для себя, вот они что делают? Они превращаются в рекламный инвентарь и тратят свое время на то, чтобы быть персонажами на этих рекламных площадках, рекламных площадках будущего. Поэтому, друзья мои, я хочу закончить на этой дурацкой новости про Хамстер Комбат. Она, конечно, забавна тем, что никак лох не переведется в России. Хотя это не касается только России. Поэтому не хочу больше об этом говорить. Тем не менее, вот много сказал для того, чтобы вы, может быть, встрепенулись сейчас и подумали, что, блин, зачем я этим делом занимаюсь. И хочу закончить этот выпуск тем, что давайте вместе размножать хорошее. И плохому тогда места просто не останется. Как бы смог свои крылья белые И расправить, забыв про боль Значит понял, что жизнь и главное В этом-то вся и суть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова